Тайфуны Тайфуны Специалист по паводкам Этот год был экстремально необычным И что к этому привело? И как часто такие вещи нам придется переживать? На ваш взгляд, конечно Не особенно экстремально, а необычно Ага, то есть вот это еще было вполне рядовое явление Ну не совсем рядовое, конечно Если вы вспомните, у нас, допустим, Тайфун Джуди был в 89-м году Да, 89-м Аналогичное затопление сделал Сейчас уже 16-й год То есть прошло сколько? 20 с чем-то лет Ну между ними тоже были Вот хотя бы вспомните в прошлом году Тайфун Гани был Который тоже затопил приханкальскую низменностью и так далее То есть и ранее в этом промежутке тоже периодически случаются Такие сильные осадки Сейчас, я хотел уточнить Правильно ли я прочитал в одной специальной книжке Что периодичность тайфунов примерно 28-36 лет Когда вот их пик и минимум То есть вот цикличность их Не знаю А вы не сторонник этих цикличностей? Нет, там все от случая зависит А закономерные процессы в Тихом океане? Ну случайность это непонятная законами до сих пор закономерность Резонно, так Поэтому в этом году их порядка дюжины прошло этих тайфунов Но к нам заскочила парочка таких Дюжину тех, кто к нам доходили Ну мы заметили только вот последний Ну и в пару с ним нам ушел тайфун Которые выдали такие большие осадки И во-вторых Осадки такие обусловлены воздействием не только тайфунов Но и другими атмосферными процессами То есть взаимодействием этих различных масс воздуха Понятно Тайфуны мы обычно считаем Приносятся со скоростью с большой с юга А сверху может прийти какой-нибудь фронт Который вот на границе этих фронтов Холодного и теплого воздуха И выпадает дождь Совпадают такие вещи Бывает, совпадает И тогда В этом году совпало Почему вода не ушла быстро, не скатилась в море Я просто вот о чем хочу спросить Первое сообщение о том, что мы начали тонуть Пришло с самого севера Когда появились фотографии Амгу, дальше Светлая Поселок Светлая вообще стоит на берегу моря Правильно я говорю? На берегу моря Как может утонуть поселок на берегу моря Если вода должна уйти в море Неужели уровень воды поднялся и в море тоже? Да, да В данном случае произошло именно так Потому что тайфун Лайон Рок Он как раз в те края зашел Оттуда и начал Заход на территорию С севера так Нет, не с севера, а именно с юга Со стороны моря он зашел Ну да То есть на побережье Восточной части нашего края Зашел именно туда Дальнегорск, Терней туда Светлая, Ольга Вот это все Он оттуда начал Сильные ветра были Штормовые нагоны То есть он ветром придавил Да, да Существенно поднялся там До нескольких десятков сантиметров Уровень моря Штормовой нагон Поэтому светлый затопило Точно так же, допустим, Сосунова затопило То есть огромное количество осадков Сосунова за несколько дней там Выпало порядка 400 миллиметров То есть вкупе за август То есть это полугодовая норма Примерно Некоторых наших территорий А тут буквально, считайте, за считанные дни И плюс вот этот штормовой нагон, который тоже был вызван Именно тайфуном Лайон Рог Вот и вы перевели к такому Наслоению этих двух событий Так же, как вот, допустим, в Санкт-Петербурге Нева, когда большие нагоны Там иногда ветром нагоняют Да, вот аналогичная ситуация у нас произошла Плюс к ней еще добавился То есть вот эти нагоны Они подперли устьевые зоны рек Поэтому поднялась И затопила прибрежную территорию Я-то знаю об этих нагонах ветра По озеру Ханка Потому что вот и в прошлом году И в позапрошлом году И в этом году Именно когда северный ветер к нашему, получается К восточному берегу Подбивают и волну И воду держать не дают уйти Но для моря, конечно, для меня это непривычно А в этом году даже Владивосток Владивостокцы увидели Что низкие пирсы, допустим, в спортивной гавани Или там в яхт-клубе Самые низенькие, с которых, допустим, стартуют Ребята, которые обучаются яхтенному плаванию Но они низенькие-низенькие 40-50 сантиметров над водой Они были затоплены Вот для города это было явление очень редкое Получается, как будто подошла волна цунами И, кстати, один мой знакомый яхт-смен Даже прислал мне фотографию С датчика Одного из датчиков раннего предупреждения цунами Которые у нас стоят побережья Вроде бы в течение полудня Вода поднималась почти на метр Около Владивостока Это верно? Такое может быть? Вполне может быть Вполне может быть Вы специалист по рекам, не по морю Что такое, что вы говорите В общей теории Понимаете, большие массы идут Когда с широкой площади, с моря А у нас только как бы замкнутые пространства То есть залив Петра Великого Особенно Амурский залив А вот эти Амурский залив Сурийский залив Сурийский залив Тем более бухта Золотой Рок Это такие довольно-таки замкнутые пространства Они вполне могли... То есть мы просто забываем, что ветер может гнать воду И держать ее долго Да, 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 совершенно верно Антон Викторович, на ваш взгляд Вы человек, который, так же, как я здесь прожил Большую жизнь в Приморском крае И тоже многое видели Скажите, пожалуйста Как нам с этим жить? Вот я с этой шутки начал Есть известный слоган Нам здесь жить А как нам с этим жить? Что нам нужно делать? Ведь парадокс здесь в том Что, ладно, я переживал за светлую замгу Там людей вроде можно чуть переселить На какой-нибудь с горок Но люди, которые живут в долинах наших рек У них же там пастбище У них же там поля Если дома еще можно поставить на сваи То как сохранить поля? Может, мы неправильно здесь живем? Конечно неправильно Может, мы не на тех местах здесь живем? Конечно неправильно Может, у нас должен быть урок какой-то После всего этого Ну, люди вообще явление неправильное В истории космоса Это понятно Потому что это выпадение из энтропии Из законов космических Но я хотел начать с очень простой вещи Людям не следует забывать Изречение мудрого вождя Сиэтла Который один раз сказал Земля не принадлежит человеку Это человек принадлежит земле И вот с этим вот и надо жить Этим пониманием Вождь Сиэтла Это, видимо, какой-то индийский вождь Это индийский вождь, да Игорь Сиэтл его чисто Прославился, да Прославился этим изречением Он как бы является девизом Всех экологов мира И отсюда следует, что Система управления территориями Которая существует В цивилизованном мире И во всех государствах Она основана на том Что чиновники Планируют использование Природных ресурсов Они планируют и управляют Использованием Земель, вод, лесов, животных И недр И при этом не понимают Что им кажется Что они владеют этим Что они распоряжаются Что они главные В процессе существования мира А на самом деле Земля, она мстит И за вырубленные леса Земля и вообще экосистема Если слово мстит Скажем, реагирует Это будет лучше? Она мстит на самом деле И эта месть, она выражается Там, где копают недра Выворачивают Она мстит землетрясениями Там, где неграмотно Используют водные ресурсы И пойменные территории Она мстит паводками Это абсолютно естественный процесс Там, где вырубают лес Она мстит скоростью стока Вот ты сказал, что Сейчас мы об этом поговорим подробнее Да Там, ну это понятно Это все уже знают Где вырубается лес Там сток быстрый и катастрофичный И так далее Почему этот тайфун Оказался для нас таким неожиданным Алексей Александрович Ну вот Все-таки Примгидромет Как любит говорить Ваш начальник Кубай Создан для того Чтобы государство Экономило очень много денег Прислушиваясь к тем прогнозам Которые ваши специалисты делают Что получилось в этом году? Я не думаю Что люди Сотрудники Не видели Что идет Какое-то совпадение обстоятельств Вот я хочу просто понять Насколько Те люди Которые остались Жить в долинах рек И ждали паводка Они были ли оповещены И вовремя ли они были оповещены Не знаю Вашей службой Либо МЧС О том Что что-то произойдет Экстраординарное И нужно с этим К этому быть готовыми Как вы для себя Объясняете эту ситуацию? Дело в том Что все службы Как правило Нами оповещаются Заблаговременно И просто о событиях И экстраординарных тоже Да, конечно Я знаю, что лучше здесь Перебдеть, чем не добдеть И о том, что Тайфуну предполагается Выйти Где-то разговор Начался еще за неделю До выхода Потом по мере приближения Прогнозы уточнялись И власти нашей Соответствующей администрации Там ГОЧС Допустим МЧС Продразделения Они все оповещаются Те территории Которые непосредственно С нами Вот Взаимодействуют Есть такие отдельные Наши пользователи Они тоже оповещаются Дополнительно Помимо стандартных То есть напрямую еще Да Да Ну и плюс Обычные средства Там Видели Ну и пресса Да И мы говорили Все мы говорили Что мы ждем Так вот С оповещения Идут Но не всегда Они как бы Эти прогнозы Оправдываются Как вы сами знаете Это правда Накануне Были Дважды СМСки От МЧС Приходили Что вот Ожидаются Там До того еще Но особо Даже на этой неделе Висел еще прогноз Несколько дней назад Что мы ждем Может быть Очередной Какой-нибудь Тайфун Да Ну я не знаю И он уменьшался Я не знаю Кто еще Дает эти прогнозы Как бы Предварительно Не оправдались Поэтому такое Не оправдываемость Таких Грозных прогнозов Она приводит к тому Что люди возможно Просто расхолаживаются Слегка Можно я проведу Очень такую Странную Парал Это примерно То же самое Как вот Товарищу Сталину Докладывали Что 22 июня На нас нападет Фашистская Германия Он говорит Да вы мне уже надоели С вашими Разведданными Вы уже трижды Мне эту дату меняли Я вам все равно Не очень верю То есть Это эффект психологический Извините за такое сравнение Конечно В принципе вы правы Да Бывает и такое Что если не оправдывать То есть вы нас пугаете А мы не пугаемся Да пронесет Что от них ждать Ну Наши прогнозы Как правило Оправдываются Очень хорошо То есть Оправдывается Порядка Ну 95% и выше Такие Краткосрочные прогнозы К тому же здесь Так как я понимаю Теперь же Все Службы Предупреждения О тайфунах Цунами Они мировые И связаны Погода со спутника То есть Можно позвонить Что творится у коллег На Филиппинах В Южном Китае В Японии Ну и для меня Конечно Загадка В Японии Этот же тайфун Нанес гораздо Больший ущерб Если там погибло По официальным данным По-моему 17 человек У нас Слава Богу Пока Вот таких цифр нет Но правда Есть люди Которые говорят Что не пропали без вести Мы еще не знаем Значит Сообщения были вовремя Люди думали То ли будет Пойдет вода То ли не пойдет вода Скажите пожалуйста А можно ли Предупреждать людей Что у вас Вода поднимется На два метра Я вот сейчас Почему Об этом вспомнил Потому что Очень давно Я помню Ваша служба Или служба Другого подразделения Она же замеряла Строила На многих речках Даже ручьях Плотины Ставились датчики И считали Годовой сток воды В условиях Обычного года И в условиях тайфунов То есть По идее Вся эта база Должна быть Там где У нас Стоит Специализированное Оборудование Где у нас Достаточно Данных Для того Чтобы делать Прогнозы На основе Конкретных расчетов Скорее всего На Уссури То есть На крупных реках Стоят датчики У нас Порядка У нас Свыше 70 постов На реках Да на реках В том числе Автоматизированных Постов Свыше 50 Где-то 55 56 Точно не помню И по-моему Кубай говорил Что Приморский Гидромет Один из первых В стране По автоматизации Этих процессов Да Совершенно верно Мы первыми Начали Не побоялись У нашего руководства Вложиться в это все Ну не то что Принять участие Мы собственно Своих средств У нас нет Абсолютно Мы на бюджете Да Но мы делаем заявку В федеральную Программу Федеральную целевую Программу Развития Водохозяйственного Комплекса России До 2020 Года По-моему И в рамках Этой программы Предусмотрено Развитие Мы и развиваем И поставили Хорошо Вот смотрите Есть прогноз Метеорологов Говорят На нас идет тайфун Возможно ударит Там 26 августа И потом Есть данные Которые Ваша служба Скорее всего Получает Уже непосредственно С тех Станций Плавучих Которые стоят на реках Что уже пошел Подъем воды Да Когда вы видите Что подъем воды пошел То есть И скорость его подъема Да непосредственно У нас стоит Там Центр такой Где-то Вот огромнейший Экран на всю стену Где собраны Данные всех А то есть Это же визуально Видно Да У нас сидит Оперативный Гидролог Который видит Все это перед собой И сразу же Составляет оповещение Если нужно Там экстренные Какие-то Он видит Какого уровня Достигла у нас Там уровень Неблагоприятного Явления Опасного явления Все это Не автоматически К сожалению Или к счастью Ну Человек Человек Вы докладываете Дальше службу Человек То есть Человек Принимает Окончательное Решение Об оценке Опасности Да Но в этом году Как Вы же Изнутри ситуацию Знаете Ну все было сделано Вовремя Сработано Оперативно Мы изране Предупреждали Что пошел Паводок Да Да Ну то есть Начало Паводка Мы спрогнозировали Хорошо Подъем Паводка Спрогнозировали Хорошо То есть Мы рассылали Но может быть Не так детально Как вы говорите Мы можем Не можем Сказать Что вот в этом месте На 2 метра Поднимется Здесь на 2,5 А там на 3 метра Здесь всего лишь на 1,5 Подождите Ну вот Устье Допустим Какой-то реки Вернее Исток какой-то Реки И видно Что допустим Вот исток Там 30 км дальше 100 км ниже Понятно Что эта река Вздувается вся И она всю эту долину Затопит Здесь самый важный момент Конечно А насколько быстро И поднималась Эта вода Допустим Она же могла подняться Там на полметра И остановиться Да То есть вот процесс Вот именно динамик Этого процесса Когда ясно Что она уже Скорее всего Затопит Динамика процесса Ясна только там Где есть Конкретное наблюдение Дополнительный Длительный Какой-то ряд наблюдений Где наш Изучено У нас есть Топография Долины То есть Цифровая модель Рельефа Допустим У нас есть Все это Мы можем Это дело рассчитать У нас специальные Программы есть Которые могут Это дело рассчитывать В автоматическом режиме И для отдельных Территорий Например Там для того же Уцариска Там со стороны Речки Комаровки У нас вот такие Детальные расчеты Уже выполнены Заранее То есть мы знаем При каких осадках До какого уровня Дойдет затопление Но к сожалению Мы не можем Для каждого Водного объекта По Приморскому краю Это сделать Но пока То есть эти ваши 70 станций Все-таки Они очень редкие Не правильно понимаю В принципе да Маловато Маловато Да Особенно вот Это восточное побережье Там у нас Маловато постов стоит Ну это связано С удаленностью И большой сложностью Обслуживания Насколько максимально Поднялись Приморские реки В этом году Есть же у вас Такие данные Запаслись Да Вот пожалуйста На реках Тернеевского Дальнегорска В Ольгинского Районов Подъем уровня Запавода Составил От 2,7 До 3,5 метров То есть уровни воды Превысили Отметки опасного Гидрологического Увеления На 0,7 И более До Метра 20 И выше почти То есть до метра Считается Вполне Обычное Нет Нет По каждой реке Своё Нет Есть неблагоприятные Явления Когда начинает На поле А есть опасное Явление Когда затопило А опасно Ну уже всё Хана Ребята Опасно Это уже Когда затапливают Там пасты Объекты Инфраструктуры Так вот Эти опасные Были превышены Ещё на метр Слишком А То есть даже Вот так Опасный На метр Да То есть Очень сильный Был поводок Очень сильный Поводок Сильное Наводнение Да Повторяемость Примерно Раз в 50 лет Такого Такого В Чугуйском районе Подъём За поводок Составил От 2,5 До 4,5 Метров Это В зависимости От топографии Это же трудно Представить Что по долине Река поднялась На 4,5 метра Это высота Дома Одноэтажного Это высота Одноэтажного Дома Ну да Но всё равно Уровня воды Я понимаю Но тем не менее Она же потом развивается Русло-то узкое А когда она выходит Ладно бы она поднималась В рамках своего русла На метр вверх Но она же ещё Затапливает долину А долина широкая Ну пойму затапливает Долина она может быть Да вся затоплена Но пойму точно И большую участок И часть долины затапливает В Чугуйском районе В Кировском районе Там на Уссури Подъём воды За паводок Состоял 4 метра То есть Максимальные уровни Превысили отметки Опасных явлений На 60 сантиметров То есть выше опасного То есть Такой паводок Примерно раз в 25 лет Происходит Ну я сейчас задам Совершенно идиотский вопрос Но у меня это бывает То есть вы Учитываете подъём воды вверх А разлив реки То есть площадь Которая затоплена Это не учитывается Не везде Крайне верно Да мы к сожалению Не можем Потому что У нас просто нет данных Для того чтобы это Куда дойдёт Это наводнение Ну это от рельефа зависит Это что по графу Подожди от рельефа Рельеф всё равно Рельефа одинаковый Но или вода стоит На этом уровне Или она на ступеньку выше Это всё-таки Большая разница Это важный вопрос Чтобы нам на него ответить То есть это правильный вопрос Совершенно верно Но сейчас В настоящее время Государство принимает Такую специальную программу Вышел закон Об определении Территорий затопления Те об этом спрашивали Да Все субъекты федерации В частности у нас Это край Краевые власти Они должны установить Территории Которые затапливаются Вместе со своими Внутренними субъектами Муниципальными образованиями И так далее Городами Те территории Которые затапливаются То есть эти территории Официально будут утверждены Затапливаны Так, да, важно Да, вот это важно Вот на этих территориях Запрещается строительство Новых объектов То есть И возможно будут Вынесены за пределы Этих территорий Уже существующие объекты Да Да Также будут подтапливаемые Территории установлены Градация, правильно Это конечно очень важно Да, там где уровни высоких Грунтовых вод высокие То есть такая работа Сейчас начинается По крайней мере Закон об этом вышел Утвержден И наше учреждение Будет принимать В этом деле участие Либо восстановление Ну, по крайней мере На стадии утверждения И согласования точно Антон Викторович Я вас прервал Реклама нас прервала На очень пафосном моменте Когда вы говорили Что Земля мстит Ну, шутки-шутки Но на самом деле Это просто реакция На те процессы Которые человек С Землей делает Так называемое Антропогенное воздействие Я хотел задать Тут простой вопрос Все-таки Вы специалисты Еще и по весу То есть это верные цифры Что каждое дерево Выпивает тонну воды И тем самым Наводнение Могло быть ниже Или все-таки Когда идет Большой поток воды Есть вес Нет веса Уже не важно Ну, на самом деле Я не эксперт Чтобы так вот В цифрах оценивать Сколько выпивает дерево Но это уже вещь Совершенно общеизвестная Ну, понятно Там, где сведены леса На склонах Которые идут к пойме Там идет быстрый скат Быстрый скат Означает Быстрое накопление воды Больший поток Больший уровень Скажем, в самой реке Одновременно Вся вода уходит В главное русло Это татастрофа Значит, ну Возвращаясь к словам Товарища Сиэтла Я хотел бы сказать Что и на климатическом Саммите в Париже В конце прошлого года Однозначно было признано После долгих Десятилетий уже дебатов По поводу того Что делать С изменениями климата Человечество приходит Все больше К пониманию Что нужно К ним адаптироваться И эти адаптационные меры Уже сегодня Закладываются В государственные программы В региональные программы В международные программы И так далее Это вот главное Что нужно понимать Оценивая ситуацию То есть, что ситуация нестабильна Она меняется И меняется Именно в этом направлении Да Скажем, вот первое Есть простые вещи Скажем, вопрос Мы поднимали еще В Крайсовете 25 лет 25 лет назад Да Вопрос Почему в Приморье Не покупаются Гидросамолеты Которых в мире Тысячи, миллионы Этих гидросамолетов Малых Хороший Простой вопрос Большая была реклама Да, и все Радовались Что купил Наконец Край Два этих самолета Почему они на колесах Все аэропорты В крае Поскольку край Гористый Они находятся В долинах То есть, в зоне риска Как только идет Паводок Самолеты Сесть негде И все Транспорт Отсутствует Поэтому очень простая вещь Надо покупать Гидросамолеты Которые могут работать Кроме двух месяцев Трех месяцев Ледового времени Они могут работать И возить пассажиров И возить грузы И санитарные функции Выполнять И спасательные функции Выполнять Где они Их нету Если взять Те 8 миллиардов Или сколько Изъяли у чиновников В Москве Только что Тонну долларов Если их потратить На гидросамолеты Можно покрыть Ими Всю Россию Я думаю Вот пример Я хочу уточнить Я тоже вижу В фильмах В сериалах Что допустим Аляска Это гидросамолет Но там есть Завивы и озера Скажите мне Пожалуйста Уважаемый коллега А где в Приморском крае Есть такие Спокойные реки Чтобы для них Может гидросамолет сесть У нас Речушка может быть Вот такая А потом вот такая На самом деле На каждой реке Есть тихие заводи Излучины протоки Где можно И приводниться И держать Любопытная идея Это все можно делать На самом деле Это одна из вещей Вторая вещь Как приспособление Конечно Меняется климат Больше воды Больше воды Давайте гидросамолет Очень остроумно Потому что Паводки Во-первых Они несут Пользу Тем людям Которые используют Эти пойменные земли Они плодородные Они обновляют Очищают Очень важный момент Мы забываем Что так же Как лесной Таёжный пожар Он имеет И полезные свойства То же самое И с поводками Сколько это естественные Природные явления В них есть И то и другое А человек Должен адаптироваться Дома ставить повыше А поля Ради бога Пусть один раз Он в 20 лет Потеряет урожай Его смоет Но это Зато остальные годы Он будет жить спокойно Потому что плодородная земля Я вернусь К вопросу о деревьях Все-таки Вы специалист По Еще раз скажу По запасам Оставшегося леса У нас в самом деле Сильно сведены леса В Приморском крае На самом деле В Приморье Специфическая тайга Она отличается От многих других Но все равно Количество Плотность Скажем так Древостоя На склонах Водосборного бассейна Она конечно влияет Чем меньше Деревья Чем меньше Потому что Эрозионные процессы Неизбежны Почвенные слои У нас тонок И там где Вырубается лес Во-первых Вырубка леса Она сопровождается Обязательно волоками Подъездами Дорогами Это все Инициирует эрозию Скатывается Возникают новые осыпи То есть в принципе Идет разрушение Экосистемы И биогеоциноза Грубо говоря Да Вот Поэтому Это конечно Фактор который влияет сильно То есть он заметный В Приморской тайге Абсолютно Абсолютно Важный фактор Его С ним надо считаться Поэтому Вообще говоря Были предложения Что наша тайга Уникальна во многих Отношениях И ее бы надо Вообще Изъять Из генерального Пользования Такого Какое происходит В бареальных лесах Севернее Из больших объемов Запретить Большие объемы Рубки Ну в принципе У нас Частично это учитывается У нас Сплошных вырубок Очень мало Они только там Где идут Действительно Одно-двухпородное Древостои плотные Вот там Они назначаются Ну по своей технологии А в целом У нас идут В основном Выборочные рубки Если не говорить О нелегальных рубках Нелегальных И о нарушениях Нарушения есть везде Они у нас Чудовищные Это отдельно О нелегальных рубках Как только появились Первые фотографии Затопленных районов Старший сотрудник Биологопочечного института Очень толковый человек Сейчас я могу переврать фамилию Публиковала статью На Прима-Медиа Говоря Буквально прямым текстом Что вы сами виноваты Что ваши деревья Деревни затоплены Потому что вы Там чугуевские мужики Сами со своими Нелегальными рубками леса Сделали все Чтобы теперь вы плавали А вы же как раз Занимались нелегальными рубками Это совпадает Или все-таки Такое интеллигентное Интеллигентское Преувеличение ситуации Мы конечно во всем Сами виноваты Это всегда и во всем Но кое в чем Не настолько вот точно Здесь надо учитывать Что в появлении Паводка факторов много Они климатические Управленческие Лесохозяйственные И стратегически связанные С планированием Расположения поселков Много Градостроительные Я бы сказал То есть вырубка леса Влияет на силу паводка Один из факторов Важный Только один из Да Один из важных факторов Поэтому Ну с ним надо считаться Но на него Сильно Уповать не стоит Мы говорим о том Почему в этом году Паводок так Нас Встревожил Напугал Сейчас я как раз Смотрел бумаги Которые Алексей Александрович С собой принес Вот Там где рекорды Были написаны Процитируйте пожалуйста Потому что цифры Конечно впечатляют По отдельным В отдельных территориях Уровень Выпавших осадков Был абсолютно рекордным Да Ну например За август месяц Количество осадков Вот станция Сосунова На севере 530 миллиметров Выпало И это И это такое случается Раз в 100 лет 50 лет Репорт за 50 лет То есть еще за 100 лет Может еще раз Такой выпасть Самарки Тачугуйский район 327 миллиметров То есть рекорд За 35 лет То есть 3 раза в 100 лет В столетии Трижды может быть Анучино 342 миллиметра Выпало Это рекорд за 100 лет Оно там в гористой местности Там в долине Вот там красивые долины зажатые Тепло защищенная долина И тем не менее До нее тоже достало Кавалерово На побережье 360 миллиметров Ольга Поменьше 247 И остальные Как Яковлевка Тернечо Гуевкот Лазо Рощина 250 Примерно миллиметров Пассиет 350 миллиметров Ну все это на побережье Доходка Халкидон Барабаш 250 200 Ну в Владивостоке 300 с лишним выпало Это Повторяемость Раз в 20 лет Примерно Вот такие основные рекорды У нас Я хотел уточнить Вот Анатолий Викторович Затронул эту тему Глобальное изменение Климата Я знаю Что ваше руководство Всегда говорит Мы столько не живем Чтобы точно сказать Глобальные Не глобальные Но тем не менее В истории же Есть исторические данные Которые говорят Вот самый простой пример Что 12-13 век Исландия В Исландии Был такой теплый Климат Что там Не только рожь Но и пшеница росла И вот сейчас Современные данные По Исландии Говорят о том Что редники тают Высыхают реки Которые питаются Средниками Освобождаются Больше территории И возможно Мы идем к тому Чтобы снова К нам вернулось Потепление То есть вот На ваш взгляд Есть какой-то уже Процесс Который мы Можем наблюдать Что он именно В одну сторону идет Больше осадков Будет Год за годом Или все-таки Это такие случайные Явления Которые пока не даются Систематике Чтобы с полной уверенностью Сказать что Климат меняется Кардинально Вот вы как специалист С вашим опытом Повышение температуры Воды В океане Зафиксировано Там существенно Идет повышение Температуры Средняя температура Атмосферы Тоже растет Приведет ли это К повышению осадков Я не знаю Не могу сказать Причем когда вы говорите Что повышение Температуры воды Это означает На полградуса Либо на градус Это же незначительные изменения Так? Да-да-да Ну градусов Это очень много А градусов это много? Нет Там вдоля градуса Конечно идет Но за какие-то там За 10-20 лет Там и градусы переходят То есть незначительное изменение В одном месте температуры Может привести К явлениям Которые Нет Это имеется Не в одном месте По поверхности По поверхности По всему земному шару Происходит повышение Это усредненный Усредненный Да Ну если повысится На один градус Это уже будет считаться Практически катастрофическим Потому что там Кардинальные начнутся Изменения в атмосфере Но у нас Весь приморский край Особенно его гористая часть Он практически Люди живут Где живут люди? Там где удобно Где удобно жить? Около реки Там где плоская Вот Владивосток Так хорошо устроен Что мы живем Там где неудобно Слава богу Мимо нас вода проносится Размывает наши дороги Здесь нас не затапливают Это же получается Мы должны Практически Очень серьезно Пересмотреть Вот как нам здесь жить дальше В условиях Если в самом деле Такие Паводки будут повторяться Или все-таки Пережили Забыли Следующее поколение Пускай решает эту проблему Что вы думаете? Да я думаю Так и будет Как вы сказали Каждое поколение Должно испытать Удар стихии На одном поколении Каждое поколение Несколько таких Мощных ударов Испытывают Ну как правило Света поднимается После удара То есть финансово И экономически Мы не можем себе позволить Переехать Поднять наши деревни Наши города На более высокие места И их построить На своем Извини Но уважаемый эксперт Сказал очень важную вещь Что идет работа Над тем Чтобы сделать оценку Зон В которых Нежелательно строиться Да дальше И этот процесс Я думаю Должен стать Вообще Каким-то Местным Местным программным документом То есть Вот эти данные Согласно которыми Новое строительство Будет разрешаться Только на Работа идет Работа идет Это хорошо Даже у нас в городе Вы говорите Нас не затапливают А вот вспомните Площадь Луговую Иногда Несколько лет назад После паводка Спортивная Да нет Я шучу Узеро превращалось Вторая речка Может Да Да Ну Совершенствуется Система канализации Защита Там Береговые Какие-то там Укрепления Домбования Происходит Вот город Спас Например Часто затапливал А вот так Они сделали Каналы специальные Там прорыли И стали чистить Эти каналы И у них Эта затопляемость Резко снизилась Города Вот кстати Насчет чистить Сначала хотел сказать Что вот Есть такая страна Нидерланды Самоназвание Которое Низкая земля И она вся живет Так что Спасается За большими Валами От наступления Северного моря Приморье Не низкая земля Но наши города И поселки Стоят в низинах Насколько вообще Мы должны Вкладывать деньги В обваловку Этих территорий И самое важное Что хотел спросить Как мы можем Чистить русло Ведь С учетом Анатолий Замечания Если мы будем Загоним трактор В русло Это же нарушение Чертик какой Экологии Как вообще Чистится русло Загоняется Тяжелая техника И он пошел Все это Разбивать Да нет А как Подруже Я не знаю К сожалению Или сам паводок Паводок Это и есть Естественный процесс Очистки русла Потому что Он выносит Несет много Выносов Из русла В море И хорошо Если лес Остается На склонах Если он не вырублен Со склонов Поступает меньше Новый взвеси В русло А зато Старое выносится То есть Естественные процессы Они разумные Они нормальны Ну там По хорошему Зачищать бы территорию Прибрежную всю От леса От растительности Зачастую Засоряются Вот именно Деревьями То есть Протекает Берег подмывает Между прочим Упало дерево Получилось плотина Валешь убирать Это понятно Хорошее замечание На самом деле Это уже Тлесникам Потому что Наше законодательство К сожалению Не так устроено Что далеко не каждому Дозволяется Валешь собрать В лесу Сейчас какие-то глупости Докладываются Потому что Есть там много глупостей Хотя люди могли бы Спокойно забрать Это сами Оно валяется Ничье И забрать его На дрова Эти процессы Конечно надо Разруливать Местным властям И лесным чиновникам Если я проведу Вот такой параллель С лесными пожарами То есть Год за годом Накапливается Валежник Идут небольшие Палы Которые его не трогают Но раз в 10 лет Пожар Который уничтожает Все Примерно то же самое Происходит Видимо и с реками То есть Речка вот она Течет Течет Ее может затягивает Илом Чем-то еще Павшими деревьями Дай бог Спасибо Пришел тайфун Да еще С какими-то Ливнями Это естественный Процесс Оживления Русла рек С другой стороны Все мы знаем Если мы бываем на реках Что иногда Та же река Делает такой поворот Чтобы заболачиваться Еще большая пойма Она уходит в сторону И разбивается на протоке То есть здесь конечно Человек должен вмешаться Чтобы ее прочесть То есть это сложный процесс И вот когда мы говорим Не рубить А с другой стороны И рубить То есть Здесь нет видимо ясного рецепта Тотич На самом деле Это очень важный подход К теме управления территориями Конечно Ну как же Моя любимая тема Вот У нас управление территориями Либо отсутствует Либо бездарно Потому что У нас управление Сосредоточено На добывании денег В бюджет И на расходовании И на разворовании Параллельно Денег из бюджета Все А на самом деле Управление территорией Означает Поиск гармоничных схем Распределение Селительных зон Индустриальных зон Рекреационных зон Затопляемых зон Агрозон И так далее Зонирование территории Это всегда было Это было в советской Культуре управления Существовало Было забыто В начале 90-х Сегодня К сожалению Очень трудно Возвращается Потому что Управленцы у нас Появляются Сами знаете Откуда 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 же Откуда мы все Алексей Александрович Вы захватили Все-таки Человек уже поживший Советский период Тогда было Больше порядка Или больше Не так Больше внимания Вот этим стихийным явлениям Или все-таки Тогда Сейчас мы уже И созрели Получше И у нас техника Получше Как вы оцените Внимание существенно Оказывалось Этим всем вопросом Мелиоративная система Была очень сильно Ражена Система мелиорации В чем-то там Конечно Перегибы были Но она Все-таки работала Много сделал Мелиоративных систем Которые до сих пор Работают То есть Осушение земли Для пастбищ И для полей Все-таки Оно же и спасало Эти земли И пастбищ И поселки От наводнений Не обязательно Осушение Там и орошение И орошение Другое было Но регулировалось Вот это затопление Я просто сейчас думаю Что у нас администрация Конечно Край попала В очень тяжелое положение Мы все молимся Богу Чтобы на нас Несчастье не свалились А вдруг Вот они свалились И они И наш губернатор Конечно К этому были не готовы Еще есть один важный фактор Андрей Вот мы знаем Что была антипаводковая программа В крае реализовывалась Денег было мало Но кое-что они делали Пытаясь защищать дамбан Сейчас я напомню Нашим слушателям В самом деле У нас до 2011 года Каждые 4 года Рассматривалась И финансировалась Краевая программа Защиты Приморского края От наводнения И паводков Она была краевая Совместно с федеральным бюджетом Не всегда она выполнялась до конца Но хотя бы она существовала И там было все расписано Я специально посмотрел Каждый поселок Каждая территория Что нужно сделать Какие средства Да, сейчас прошу прощения В советские времена Эти вещи Которые закладывались В нашу современную программу Они многие делались В формате Народной стройки Общественного участия Потому что партия Умела собрать народ Людям это надо Они там живут Люди добровольно Многое что делали Сейчас у нас денег нету Значит никто не встанет И не пойдет И не сделает Это очень неправильно Я думаю надо Выстраивать механизм Вовлечения общественности В решение задач Важных для данной территории Этого механизма у нас пока нет Общественность у нас Государство Стремится задавить И не дать ей шевелиться Вместо того Чтобы ее вовлекать В полезное дело Возможно Но с другой стороны Вот я внимательно смотрел Заметки моих коллег Они не всегда попадали в печать Но в социальных сетях они есть Люди отмечали Что во многих наших Затопленных населенных пунктах В деревеньках В деревнях В поселках Именно жители Люди сами Сами выходили Объявлялся человек У которого там есть Пара грейдеров Экскаваторы, тракторы, бульдозер Остальные у которых нет техники Набивали мешки песком И даже есть видеоролики Когда вот То о чем вы говорите Все было наоборот Наоборот То есть именно самосознание людей Что им здесь Нужно самим спастись Не дожидаясь Но это хотя бы организовать И поддержать надо Техникой поддержать Это правильно И на самом деле Конечно Когда идут стихийные бедствия Люди не должны считать Что они тратят свои деньги Они тратят свои деньги На себя На себя Тут никак этого не сделать И это очень важно Потому что люди видят Что от них Многое зависит Многое зависит Алексей Александрович Я очень рад Что вы к нам пришли Потому что Вот мы сами можем Сказать А что там Ну вот дождь пошел Поднимется вода В крае есть И разработана Нормальная система Она может быть Не настолько Всеохватна Но тем не менее Прогнозы поступают Вовремя Так ведь? Да Следующий момент Мы не всегда Этим прогнозам верим Потому что надеемся Что если мы перекрестимся Господь Бог нас помилует И тайфун до нас не дойдет А если дойдет То унесется в море То есть и психологический момент И наверное На территориях Все таки должны быть Вот до каждой деревни Как вот есть Пожарные заставляют На каждое помещение Вывешивать план эвакуации И должен быть Пожарный щит С песком И с топором И с какой-нибудь ерундой И видимо Каждая территория Каждый поселок Администрация Их должны Сделать для себя План действий В случаях Паводка Вот я не знаю Я сейчас конечно Тоже чепуху говорю Но на самом деле То есть на уровне администрации Что им нужно Кто куда бежит У кого брать технику И как там Сохранить что-то Ну это существует Служба специальная Конечно Это вы про МЧС говорите ГОЧС Это который В составе администрации Любой А есть Да в администрации Есть ответственность За ГОЧС Но к сожалению Опять таки скажу По отзывам людей В этом году Что-то очень много Негативные Просто критики В адрес ГОЧС Не знаю Почему это отдельная тема Это другой вопрос Как они работают Что-то там у них Не складывается То есть нужно наладить Работу этой структуры Если у Покровки То до Дальнего Кута За 80 километров Она доедет Через два дня Потому что Дорога уже будет размыта Транспорта нету Гидросамолета нету И все Вертолет один На весь край Вот проблема Проблема связи Информации Эта система У нас не работает У нас в дальние деревни Даже автобусы не ходят Это правда Я уже не говорю О лодках там Каких-то Которые могли бы ходить Я благодарю наших гостей Что они к нам пришли Поговорить на эту важную тему Я должен сказать Что конечно В этих условиях Когда мы ждали Тайфун Но не верили в него Мы оказались Не совсем готовы Но видно Что администрация Делала все Что возможно Губернатор бросил Тогда Почетных гостей Президентов Министров Которые съехались На второй восточный форум И надев форум МЧС полетел Чтобы узнать Что творится на местах Но это для всех Для нас должно быть уроком И для наших властей И конечно для нас самих Потому что мы должны знать Как защитить самим себя Самих себя От того что непредсказуемо От того с чем мы Бороться не сможем И верно Здесь вот сейчас Антоныч мне подсказал Еще перед началом программы С этим нам жить Нам нужно к этому Быть готовыми Спасибо Всего доброго До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok